Всем здравия, я Роман Головин и сегодня хотел поговорить или больше обратиться к тем людям, которые только пришли на мой канал, которые еще не знают с чего начать свой духовный путь, свое развитие, есть непонимание. И многие пишут, Роман, у меня в жизни все плохо, комок проблем, сын не понимает, дочь тоже не понимает, проблемы с мужем пьет, курит, там нет денег, там куча проблем, там вот у меня какой-то душевный тормоз, какой-то внутри непонимание себя, хочется как-то идти дальше, полный тупик жизни, как распутать этот клубок, вот, то есть люди как бы все полностью комом сбрасывают, как бы, да, и зачастую, да, я их понимаю, что с ними происходит, но это просто гигантская работа, чтобы все это сделать сразу, да, естественно, надо с чего-то начинать, поэтому сейчас буду пробовать объяснить, что-то, может быть, вы сами сделаете, что-то с моей помощью и так далее. Когда полностью все в один ком, вот, это скатывается, да, и вы пытаетесь выплеснуть это все на бумагу, в переписке это все выложить, естественно, я прекрасно вас понимаю, но есть определенные вещи. Первое, чтобы разобраться во всех этих проблемах, есть первостепенные вещи, есть второстепенные вещи, первые, например, да, там не можете духовно развиваться, ангел-хранитель, таким образом, вам показывает, да, куда вы должны двигаться, иногда специально вас заводят в тупик, например, вы работаете не по той специальности, у вас в программе другая работа, значит, финансовый заработок будет минимальным, вы живете не с тем мужчиной, не с той женщиной по программе, либо уже выполнены программы, то есть кто-то для вас является якорем духовного развития, то есть один, как правило, стремится развиваться, муж или жена начинает тормозить этот процесс. Рекомендую, конечно, расстаться с такими людьми, которые вот до 40 до 50 лет особенно доживают, и вообще ни в какую. Если бы еще по молодости многие люди спят, и после 30 они могут просыпаться, да, можно двигаться дальше. Раньше этого времени, конечно, мало кто просыпается, но есть ребята продвинутые, то есть уже такие серьезные, смотрят с самого детства такие каналы, вот, стремятся развиваться и так далее. Многие люди ошибочно полагают, что нужно детей рожать, чем больше, тем лучше. Это тоже у многих тупиковое направление, потому как у многих людей серьезное духовное развитие в этой жизни, серьезные духовные программы, им не прописаны дети. Далее. А не та страна проживания подходит, да. Люди, которые вот, большие семьи особенно, и у кого-то могут быть темные. На земле очень много темных. Я про них постоянно говорю, и как бы это ни звучало, прискорно, но они пытаются убить наше физическое тело, перетащить душу на свою сторону, так как они воспитывать свои души не желают. То есть они хотят готовые души получать, вот которые прожили 500 жизней, там 800, 1000 жизней и более. Они их перетаскивают на свою сторону, и уже они работают на их стороне, а в последующей жизни. Они мешают, вызывают заболевания, безденежи делают. К алкоголизму, к алкоголизму ведут, к курению. То есть люди принимают алкоголь. Это в 99% случаев происходит. Часто порча мешает, сглаз, вот когда такие проблемы накапливаются, клубками наматываются. Также рекомендую в таких случаях, не общайтесь с непонятными людьми. У многих людей очень много кармы. А эти люди, они будут мешать вам развиваться. Карму можно перенимать энергетически. Вот эта карма, она будет реально мешать. Если есть желание, все время с кем-то общаться, надо защиту от кармы ставить. Тогда пожалуйста. Когда люди начинают работать на таких работах, где очень много людей, если нет защиты от кармы, рано или поздно у вас появится множество различных заболеваний. И это будет происходить от того, что вы общаетесь с различными людьми. У кого-то есть карма, у кого-то немножко, у кого-то много, у кого-то очень много. И у тех людей, у кого очень много кармы, вы просто будете перенимать эту карму от этих людей. Особенно массажисты, визажисты, косметологи, диетологи, врачи. То есть кто постоянно близко контактирует с людьми. Те, которые любят постоянно половых партнеров менять и так далее. То есть все вот это сказывается. И когда вот этот комок накапливается, людям кажется, что все в полный тупик жизни. На самом деле мы зачастую, ну в большинстве случаев, сами загоняем себя в тупик, за исключением только вот случаев, когда темно нами интересоваться начинают и кто-то порчу наводит, потому что мы красивые, мы успешные, либо просто завидуют чему-то там. То есть у каждого в голове, например, я уже несколько таких десятков лекций прочел на эти темы. Когда у человека много денег, когда у человека успешен, есть какие-то таланты, выглядят как-то. А у тех людей этого нет. И они считают, вам надо напакостить. То есть большинство людей, которые сегодня на земле живут, в общей своей массе, они считают, что все должно поровну быть. То есть мы родились, значит у всех одинаковые условия должны быть. Но нет. Почему-то один богатый родился. Зависть. Ага, так, ты богатый родился, тебе повезло. Пускай я буду тебе гадостей всю жизнь делать. Ага, то есть у тебя красивый мужчина, обеспеченный, который тебя любит. Давай я тебе гадости буду делать. Ага, у тебя хорошая машина, ага, квартира, дом там и так далее. То есть у людей, большинство, они не могут нормально жить, то есть они не хотят даже развиваться, они смотрят все время за другими, смотрят и ковыряются, как говорят, в чужом белье грязном, а вот постоянно передачи какие-то, большинство людей интересны. Не надо смотреть ни на кого. Смотрите на себя, чего вы достигли, постарайтесь изменить свою жизнь. Будьте примером сами для себя. Вы боретесь с собой. Вы взяли планку, еще одну, еще одну, еще одну, и так постоянно, особенно в духовном развитии. Надо постоянно развиваться во всех направлениях. Поверьте мне, ваш опыт, он будет бесценен, он никуда не уйдет, он передастся в следующую жизнь. Вы будете дальше это, проносите жизнь в жизнь. Чем больше вы будете стремиться к труду, к развитию себя, к помощи другим людям, особенно именно в духовном плане, словами будете объяснять, куда людям надо двигаться, куда идти, и так далее, гораздо легче. Со здоровьем уже много лекций я снял. Те, кто пытается ко мне сразу попасть на консультацию, я всегда рекомендую, пожалуйста, смотрите мои видео хотя бы несколько месяцев. У вас больше половины вопроса отпадет просто. Вы будете понимать, с чего надо начинать. Я уже говорил, первое, это предназначение всегда, и посмотреть, когда перепишу в следующий раз программу, чтобы вы в следующий раз не попали в просаг и не думали, что я вас обману, потому что у вас была одна программа, я вам ее сказал, потом через две недели вы обратились, я вам другую программу сказал, ваше предназначение. Как так, роман, что правда. А правда то, что у вас в этот момент переписывали программу, я вам сказал, через сутки у вас переписали программу, либо через пять дней. Поэтому другая программа. Поэтому это очень важно, чтобы вы знали, когда в следующий раз обратиться и когда перепишут программу, чтобы знали, косметически перепишут, либо уже радикально перепишут. А потом уже дальше, там сразу также можно смотреть, порча, сглаз, если темные, там, энергетические блоки, если там, эгрегор, привязка. Это очень важно, это очень мешает развиваться. А все остальное уже постепенно, потом план духовного развития, да, как надо развиваться, тоже очень важно, если есть предназначение, так что полный план будет. И дальше потом уже начинается, где работать, где жить, вот такие нюансы. А дальше вы уже на свое усмотрение, что вам нравится, хотите что-то посмотреть, или что-то изменить в своей жизни, и уже другие дополнительные вопросы. А вот основные вопросы, вот я назвал, с чего надо начинать. Когда есть какие-то проблемы, естественно, нам хочется разрешить эти проблемы. Почему там сын пьет, допустим, возможно темные, надо снимать темных, ставить защиту на всю жизнь. Почему в бизнесе подстава какая-то, там или в жизни ничего не получается. Возможно тоже темные, они так любят гадить очень сильно. Или порчу кто-то сделал, мощную такую порчу, да. Слабенькая она так не особо будет влиять на это. Сильный сглаз может быть, сильная порча, это тоже влияет. Либо вы настолько не чувствуете себя, свою программу, что вы полностью в жизни все неправильно делаете. Неправильный муж, там семья, там не ту выбрали, да. Скажем, не там работаете. Может быть не та страна. Иногда бывает так, что страна вообще полностью все перечеркивает. И ничего не подходит из-за того, что страна, не подходит энергии, вы не можете нормально развиваться, работать нормально не можете. Какая-то слабость. Часто бывает слабость, это энергетическая. Либо у вас рядом энергетический вампир, либо темные забирают энергию, либо порча с глаз. Либо вы настолько неправильно питаетесь, и есть какие-то уже заболевания, которые тоже оттягивают эту энергию. А есть и то, и другое, и третье. То есть нужно смотреть мои видео, и тогда вы будете понимать. То есть вы сами наполовину вот этих вопросов сами уже найдете ответы в видео вот этих, которые я даю. И после этого вам легче будет определиться. Мы с вами начнем разговаривать на одном языке. То есть часто мне пишут, я просто слушаю, и уже вижу, с какого канала человек пришел, что он там насмотрелся, что он начитался. Я понимаю, что 90% того, что мне пишут люди, это просто не существует. Зачастую люди ездят по городам, какие-то там защиты от чего-то ставят. Это вы не поставите, вы в голове у себя что-то поставите там. Многие люди там думают, что они контактируют с кем-то. Большинство людей, которых я смотрел, они либо с темными контактируют, либо просто психически не равновешены. К сожалению, хотелось бы больше, чтобы таких людей было, но к сожалению, мы только-только начинаем, и таких людей становится все больше и больше. Но естественно, хотелось бы, чтобы такие люди были более продвинутые, были более развиты, чтобы людям давалась информация, более такая готовая, скажем так, для понимания. Многие люди смотрят различные видео, например, на других каналах. Я вообще такие каналы не понимаю, честно говоря, когда просто любовь, к вам пришла любовь, она спустилась на землю, она заполонила все. Мы переходим в новое измерение, это измерение дает новое. И так все время, все ченнелинг. И люди, кстати, пишут такие кинутары, ух, какой классный ченнелинг, вообще потрясающе. Я смотрю часто, я не понимаю вообще, о чем люди говорят. У высших цивилизаций, у них нет слова любовь, они это чувство не испытывают, у них просто это отсутствует. Когда люди об этом начинают говорить, я думаю, зачем они это делают. То ли они не понимают, что они не понимают, то ли они специально вводят в заблуждение людей. И вот часто, когда вы приходите с других каналов, вам сложнее всего понять меня, сложнее будет воспринять ту истинную информацию, которую мы максимально пытаемся до вас донести. То есть у людей расхождение идет сразу, то есть люди не понимают, почему так, а почему говорить, что душу удаляют, а почему вы говорите, что Иисус Христос не придумал никаких религий, а почему, допустим, вы говорите, что есть какая-то программа, а есть другие люди, которые говорят, что есть что-то другое, например. Естественно, каждый раз и каждому не хочется доказывать, что на самом деле это так, а тот неправильно, конечно, не хочется никого обижать, опускать, пальцем показывать, на личности переходить и так далее. Хотя, может быть, и надо было бы для понимания, но пока что я не хочу компрометировать этих людей, они тоже развиваются, они ищут свой путь, но вместе с ними ищут и миллионы других людей, не в ту сторону, конечно, уходят. Поэтому здесь нужно либо доверяться человеку, допустим, вы пришли, на кого нравится человек, доверяете, не нравится, идите дальше. Если уже работает интуиция у вас какая-то, тогда вы можете уже почувствовать, либо яснознание, то есть яснознание, внутреннее осознание, что вот это и есть правда, это и есть истина. Или хотя бы около этого прямо находится, просто некоторые вещи, они просто не нужны, нам это не надо знать, это нам ничего не дает. То есть надо понять, что мы живем множество жизней, что идет постоянная реинкарнация, перевоплощение, меняются планеты, измерения, мы должны духовно развиваться, духовное развитие, открытие сверхспособности в основном, но в наших измерениях еще есть и другие вещи, там семья, зарабатывание денег и так далее. То есть это тоже приветствуется, но в высших измерениях уже только лишь одно духовное развитие. И кстати, вот на самом деле очень интересно, когда вы находите свой город, я иногда перемещаюсь по России сейчас, по миру иногда, и я когда приезжаю, я это говорил в ранних видео, в некоторых, что в некоторых городах я реально себя ощущаю, просто вот поток энергии идет, вот вообще просто кайф, получаешь реально удовольствие, хороший климат, допустим, который подходит именно мне, например, вам может быть другой климат, подходит, например, северный климат не подходит, если не очень хорошо чувствую, вот, плюс еще треть жизни практически прожил в жарком климате и часто ездил и туда, и мне это нравилось, а потом, когда перешел на сороедение, это вообще просто сказка, конечно, тяжело находиться, особенно, когда очень-очень много дел, постоянно, да, и ты где-то в городе, в крупном, зимой, а есть хочется, например, еще не проноед, правильно, и не хочется какую-то гадость постоянно, там где-то в ближайшем кафе, ресторане, заказывали в магазине, там и так далее, вот, естественно, хочешь, чтобы все условия было, чтобы было на рынке в каком-то фрукты, овощи, там местном, да, пришел, купил, во многих городах вообще закрывают, переводят все в супермаркеты, а в супермаркетах далеко не всегда есть качественные продукты, либо зеленые все привозят, так вот, примеров, примеров таких очень-очень много, и большинство людей, они считают, что они какие-то несчастные, там, что их не понимают, что им там не повезло в жизни, да, они такие обездоленные, многим людям просто нужно перейти, расплатиться, у многих карма есть, вот, и в предназначении мы об этом говорим, тогда, примерно, человек понимает, да, что он приходит какие-то испытания, отрабатывает свои уроки определенные, жизненные, за предыдущие деяния в прошлых жизнях, иногда, знаете, так интересно, вот, обращается человек к тебе, девушка там симпатичная, приличная, там, да, а в прошлой жизни она киллером была, там, убивала, там, вообще просто налево-направо просто всех, поэтому, зачастую, да, по внешнему виду, вообще человеку ничего невозможно сказать, бывают такие тихие люди, красивый голос, и женщины, и мужчины, и дикторы, очень славно говорят, им реально верят, но эти люди вообще могут темными оказаться, вот, эти люди могут неправду говорить, а есть люди, например, там, более эмоциональные, скажем, там, может быть, не так красиво говорят, не так преподносят, и так далее, но эти люди светлые, на самом деле, максимально хотят вам дать ту информацию, которая реально вам будет помогать, очень часто внешний вид настолько бывает обманчивый, что, иногда смотришь на фотографии, ну, приличные люди, совершенно приличные люди, прилично одеваются, прическа, там, вид нормальный, все, но совершенно другая, это самый фантик вообще снаружи, а внутри, все другое, поэтому часто, очень сложно ориентироваться, как человек выглядит, практически, ну, для многих невозможно понять это, вот, это только лишь зависит от вашего развития, то есть поверили в этому человеку, либо не поверили, также бывают различные проблемы, когда пересекаются очень много людей, то есть взаимодействуют с вами, там, на работе, допустим, соседи, там, где-то, не знаю, в зале спортивном, у вас очень много друзей, чем больше количество людей, тем больше на вас идет взаимодействие, тем меньше у вас энергии, тем вы больше подвержены стрессам, давлению извне, тем больше у вас могут в жизни возникать проблем, на самом деле, это может быть, не кажется вам какой-то проблемой, но, потому что нет вообще может быть знаний каких-то, это сильно отпечатывается, я вот по себе знаю, когда часто один, долгое время находишься, да, ну, занимаешься своими делами, там, работаешь, там, и так далее, вот, бытовыми делами какими-то, семейными делами, но когда начинаешь постоянно с кем-то общаться, то есть совершенно по-другому себя ощущаешь, то есть как-то выжатый становишься, да, многие этому значению не придают, просто, ну, вечер настал, я устал, там, плохо поел, понервничал, там, на самом деле, при общении с разными людьми, у которых разная энергетика, и многие люди, они вообще не стыкуются с друг с другом по энергетике, вот даже люди есть развивающиеся, да, а есть уже более-менее развитые, вот, вы даже если вместе вы будете находиться, разная энергия вообще, она несовместима, то есть нужно специально какие-то программы прописывать, совместимости, чтобы вы хотя бы на какой-то период времени могли вместе находиться, и когда такие люди, вот разные находятся вместе, у вас меньше энергии становится, вам сложнее развиваться духовно, не влияет на ваше духовное развитие, то есть это тоже важно знать, многие люди, конечно, и самое важное, это, конечно, семейное отношение, так как мы пытаемся найти максимально подобных нам людей, которые развивались там, вот, и так далее, кстати, тут одна моя клиентка, интересную вещь прислала, вот, она там была, иногда парни, от нее пристают какие-то, вот, хотят познакомиться, она берет, дает адрес моего канала, люди просто смотрят, чем она интересуется, и просто убегают от нее, то есть проверка такая, навшивость, если человек понимает это, значит, можно общаться, вот, если человек не понимает, то все, то есть человек или не проснулся, или просто еще не развит, как-нибудь, такой интересный момент мне прислали, не, я не против, конечно, люди должны, как-то такую информацию принимать, но, когда люди вообще далеки от этого, вообще никогда этим не интересовались, друзей таких нет, и ни родственников, ни фильмы не смотрели, то, я думаю, что я бы даже не воспринял бы эту информацию, там, если я 20 лет назад, кто бы мне это подсунул, сказал, да ладно, мне сейчас некогда, мне надо заниматься другими делами, может быть, как-то в другой раз, ну, так вежливо бы отмазался бы просто, по-русски говоря, вот, это все можно понять, мы живем в физическом мире, мы делаем ошибки, на земле очень много людей, которые делают ошибки, не нужно себя винить в чем-то, что вы какой-то неполноценный, все исправимое, частично или полностью, в зависимости, насколько мы далеко ушли, а непоправимых ситуаций, на самом деле, очень мало, ну, единицы, там, это исключение, на самом деле, всегда можно практически в 50-60 лет, начать духовно развиваться, идти вперед, поверьте мне, что, если вы захотите хорошо духовно развиваться, у вас будет желание, вот, ну, для этого надо условия создать, а какие условия, я просто постоянно об этом говорю, финансовая подушка определенная, для чего она нужна, да, то есть, не для того, чтобы вы купились в Феррари, 5 домов, там, и так далее, а именно столько денег, чтобы вам хватило, хватало в вашей семье, чтобы вы себя комфортно чувствовали, могли независимо развиваться, духовно, то есть, чтобы вам не нужно было 20 часов в сутки пахать, как бы, да, то есть, постоянно, чтобы прокормить, там, двоих-троих детей, там, семью свою, родственников, и так далее, есть люди, которые могут, я говорил в лекции, вообще не нужно такое количество денег, допустим, человек, допустим, программе нету, партнера, там, нету, детей, человеку достаточно небольшая квартирка, либо домик, вот, и все, человек там прекрасно чувствуется на определенную зарплату, и ему все у нас нормально, достаточно всего хватает, естественно, конечно, когда люди там привыкли, там, путешествуют постоянно, вот, большая семья, естественно, сложновато, нужно, все члены семьи, впрягались в этот процесс, вот, и развивались, нельзя просто так сесть, и просто сесть, и сидеть, и ждать что-то там, для некоторых, жизнь это что, поесть, позаниматься сексом, родить детей, пойти на работу, заработать денег, и развлечения, все, большего для этих людей, ничего не существует, то есть, на самом деле, многие как живут, как определенные, как бы животные, да, потому что животные тоже, на самом деле, едят, спят, вот, занимаются сексом, для размножения, правда, люди еще для получения удовольствия, это делают, животные, в основном, это делают для размножения, ну, то есть, близко к этому состоянию, многие находятся, на самом деле, мы должны постоянно развиваться, не обязательно учить кучу языков, каких-то, не обязательно, там, учить историю, которая переписана, а вот именно, постоянно искать истину, об этом я постоянно говорю, все мои лекции этим пронизаны, искать, для каждого, на каждом этапе развития, она своя будет, это понятно, что, и мы будем на разных языках разговаривать, поэтому я говорю, ребята, смотрите мои видео, чтобы меня понимать, вот, вас я могу понять по-любому, но, те ответы, которые я вам дам, вы не поймете просто, поэтому, это очень важно, старайтесь всю вашу жизнь разложить по полочкам, вы будете понимать, откуда ноги растут, как говорится, да, какие проблемы, примерно, у вас есть, если есть темные, примерно, какие симптомы, кстати, вот, был один клиент, недавно, вообще, никаких симптомов, нет, просто живет, как обычный человек, добрый, всем помогает, там, никаких проблем, нет, начали смотреть, практически, с самого детства, темные, помочь нельзя, все, они на свою сторону, просто, уже перетащили, просто, процесс, просто, времени, да, умирпления, физического тела, забирают души, ну, это такая редкость, это просто, вот, несколько человек, таких, на всю историю, а так, естественно, есть определенные симптомы, в ченнелинге, видео, я об этом рассказывал, уже, вот, есть такие вещи на канале, если будут какие-то интересные темы, о которых я еще не говорил, обязательно расскажу, пишите комментарии, комментарии, или в контакте, либо, в скайпе, под видео, обязательно будем снимать, такие темы, чтобы вам было более-менее понятно, большинство тем уже есть, но, может быть, какие-то еще не раскрыты до конца, обязательно раскрою, чтобы пришло понимание, с чего начинать, как действовать надо, что чувствовать, что такое духовное развитие, предназначение, программа человека, зачем мы здесь и так далее, то есть, это очень важные моменты, поверьте мне, это самые основные моменты, жизнь, знаете, с одной стороны, она коротка, а с другой стороны, если сравнивать, как живут наши братья, высшие, по-разному, там у них гораздо быстрее развитие проходит, и там они могут прожить, там, я не знаю, несколько тысяч лет, а мы здесь можем прожить всего 70, ну, естественно, есть измерения другие, где там они, естественно, время тоже по-другому, течет. Так что, стремитесь, развивайтесь, всего самого доброго, до свидания.